МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые насущные вопросы, в том числе бытовые, связанные с обеспечением ЖКХ, с дороги, больницы, школы, то есть все проблемы, которые интересуют в первую очередь людей. И от того, как формируются органы власти, от этого во многом зависит, как они будут работать. И поэтому просьба сегодня оставить в стороне, может быть, какие-то свои политические предпочтения, а именно порассуждать с точки зрения, что нужно для республики, что нужно для конкретных муниципальных образований, и как лучше нам формировать эту местную власть. Политические партии – это основные игроки в плане борьбы за государственную власть и борьбы за распределение мандатов на выборах в органы местного самоправления. Сначала, наверное, дадим слово парламентским партиям, раз уж... Конечно. Потом уже всем желающим. Что стоит за данным федеральным законом? Сегодня, как уже было сказано, с учетом той обстоятельности, которая в мире, нам нужна сильная Россия. И все мы сегодня понимаем, что она не может быть сильной, если на местах не будет сильной независимой муниципальной власти. И поэтому все, что делать, самое интересное, и посмотрите, что происходит, с учетом нашей географии, наших просторов федеративного государства. Сложно сегодня, конечно, управлять. И если переходить просто на нашу республику, имея даже семь пядей у руководителя субъекта федерации, любого субъекта, конечно же, и он заинтересован в сильной муниципальной власти, муниципальных образований. То есть, если решать какие-то конкретные дела, то все мы обращаемся к силе профессионализма. И сегодня, пожалуйста, субъектам данный федеральный закон дает все возможности на местах. Но при всем при этом все мы должны понимать и осознавать, что за этим стоит колоссальная фантастическая ответственность. То есть, именно мы будем принимать решения на уровне субъекта, если говорим сегодня о госсовете, или же оставляем все как есть, или согласно федеральному закону вносим соответствующие поправки в свой чувашский закон. Как вы считаете, что у нас в республике будет? Какую схему предлагаете? Правильно, действительно, федеральный закон дает право субъектам определять. Правильно? Что вы считаете нужным? Вот нам важно сейчас знать. Наверное, вы в курсе той встречи, которая происходила у нас с главой республики. Мною лично была высказана позиция с учетом общественного мнения. То есть, это непосредственно на встречах с избирателями в округах, в районах. Я лично, конечно, считаю, что сегодня у нас в районах в одном лице должен быть глава. То, что сегодня, все вы это знаете, есть, соответственно, небольшая и Путин. До сих пор сегодня не могут понять, кто первый, кто главный, кто за что несет ответственность. Хотя все мы здесь сидящие понимаем, кто за что отвечает. Глава муниципального образования, глава района отвечает за одно, сети-менеджер отвечает за другое. Но, к сожалению, с учетом нашего менталитета, может быть, нам все же нужно не то, что единое началие. Но, все же, сегодня мы не можем себе позволить не слышать чаяния желаний непосредственно наших избирателей, жителей Чувашской республики. Мы глава города, как Чуваксар, будем избирать? Вообще, по городу Чуваксара вопрос, Валентин Сергеевич, еще сложнее стоит. Там не просто как выбирать, а сейчас стоит вопрос о том, чтобы город, возможно, разделить еще на административные районы. То есть, это двуководневая модель. Ну, вот вопрос хороший, конечно, прозвучал. Понимаете? Я не увиливаю. Было бы глупо, если бы просто сказал, сделаем так. Понимаете? Здесь тоже масса подводных камней. Это же все зависит от личности. Если сегодня у нас на горизонте, если сегодня у нашей республики, сегодня в столице есть яркая личность, которая вот просто в себе несет, и хозяйственника, понимаете, политика, харизм, конечно, никаких вопросов нет. Двумя руками мы голосуем за избирание. Но посмотрите, что дальше происходит. А если на этом фоне, на фоне популизма, демагогии, подойдет какой-то там оратор, что дальше? Может быть, здесь второй вариант, на самом деле, вариант сити-менеджера. То есть находим хозяйственника, который пашет, который конкретно знает, занимается хозяйственной деятельностью. А глава мэр непосредственно стратегией и формированием бюджета и других моментов. Поэтому, то есть, пока у нас есть реальные возможности. Не просто так мы рабочую группу сегодня создали. Нас, прежде всего, конечно, напрягает, и мы обращаем внимание на два момента. Это выборы мэров и руководителей районов, ну, то есть глав муниципалитетов, по какой схеме их избирать. Здесь у нас позиции однозначные. Всенародные прямые выборы. Вот совмещение руководителей муниципалитета в одном лице. Чтобы не было вот этого вот двоевластия, как сейчас происходит. То есть, директор школы или там главврач, политический глава муниципалитета, а глава администрации занимается административно-хозяйственной деятельностью, административно-хозяйственными вопросами. С одной стороны, этот директор школы у него в подчинении, с другой стороны, он нанимает на работу главу администрации. Абсолютная чушь и глупость. Это рождает волей-неволей конфликтную ситуацию. И порой мы видим, да, вот тут уже переход на личности. Кто сильнее в моральном, в политическом плане, вот, у кого устойчивее. И начинается вот это вот перетягивание каната. В Чебоксарах, в Чебоксарах, здесь два вообще освобожденных лица. Вот. И, в принципе, мы видим, какую картину. То есть, глава администрации является фактически заместителем главы по хозчасти, можно так сказать. На планерках они сидят оба. Планерку, если присутствует глава, глава Чебоксара ведет, конечно же, он. Глава администрации сидит рядом, ну, и, образно говоря, записывает. Это плохо или хорошо? Это плохо. Это не то, что плохо. Ну, это излишне. Плохо то, что он на планерке находится? Да нет, плохо, не в этом дело. Посмотрите-ка. Вот мы, например... Или в хозяйственную деятельность. В хозяйственную деятельность. Посмотрите, я вам скажу. Я все-таки, как-то это, да, работаем, вот, что мы, так сказать, здесь в городском хозяйстве работаем, да, но это же видно, что невозможно решать ни один вопрос. Каждый слайд. Здесь вопрос такой, который надо принимать. человек ответственно, он не хочет его принимать, потому что это вопрос такой интересный. Тут может получить по-башке, да. Так что, я не ссылается. Глава, значит, администрации, главе, значит, глава администрации, непонятно, и, в конце концов, ничего не решается. Если трудно, и какой... Мне сегодня даже взять, вот, систему ЖКХ, говорим, да, а сколько говорим, говорим, за четыре года какое-то решение такое конкретное. Понятно, людям принято же в город. Николай Алексеевич, а к делению на районы как вы относитесь? К делению района и город, я считаю, что это неправильно, потому что, если район, в каждом районе будет глава, который выбирается, и районные бюджеты в городе, да, при таком городе, как наши Баксары, это будет, я считаю, бардак, потому что у какого-то района денег больше собирается, предприятия, где работают, где не работают, денег нет, а тогда глава города что будет делать? Поэтому я считаю, что вот сегодняшняя, эта структура города, для Чапоксара, это самая оптимальная для нашего города, кроме того, что надо главу выбирать прямо, вот и все, и нормально будет. Даже если произошла ошибка, к примеру, ну, действительно, на волне популизма кто-то все-таки смог пройти на всенародных выборах, но есть вертикаль власти, можно отстранить этого мэра. Сглава не отстраняется. Есть вопрещение, что-то разобещение, он может принять решение. Дмитрий Ильич, здесь ваша позиция понятна, а вот на уровне поселений, что у нас? На уровне поселений, ну, вот я не знаю, значит, глава, вот, допустим, шахазанского сельского поселения, к примеру, в Канажском районе, избирается, избирался всенародно. Чем плохо? То есть он так же непосредственно отвечает перед народом, все его знают, он всех знает, так, он принимает единоличные решения, и так же он встроен так же в структуру, вертикаль власти. Для справки, если что, всегда его можно поправить. Я прошу прощения, для справки, для всех присутствующих, у нас есть, основные выборы прошли 10-10-10, 10 октября 2010 года, и с этого момента есть поселение в Чувашской республике, Шоршельское поселение, два поселения в Урнарском районе, где уже дважды переизбирались главы поселений. Представляете, вот в 10-м году его избрали, в 11-м переизбрали, в 12-м еще раз переизбрали. Ничего страшного, не справился. Ну, а сети-менеджеры вообще каждую не справился. Но это выборы, это дополнительные финансовые расходы. Я, например, вот чисто на моем мнении, я не знаю, если зашли к этому, я, например, мы считаем районы, где главы поселения, они должны быть, так сказать, в строительной системе, если мы главой района выбираем, они должны быть назначены главой по согласованию с депутатами поселения. Все. Я отвечаю. У нас закон не позволяет назначать два варианта, выборы, либо прямые выборы, либо и составы депутатов. Закон должен быть един. Для всех. Начиная с депутата, загружения, это будет не только. Что касается глав муниципалитетов, так? Теперь по выборам депутатского корпуса наша позиция тоже, значит, однозначная. Как минимум 50% депутатского корпуса нужно формировать по партийным спискам. То есть вы за смешанную систему? За смешанную, как минимум. В принципе, мы не возражали бы, если бы вообще сугубо перешли на партийное формирование, так? То есть это гораздо легче и избирателям, и все. Уважаемые коллеги, если вот мы спускаемся на муниципальный уровень, вообще о какой политике? Там вообще не политизировано все это должно быть. Там человеческий фактор доминирующий должен быть. Значит, я скажу, что закон уже убрал партийные выборы на муниципальном уровне. Сначала Конституционный суд отменил и сказал, что там, где депутатов меньше 15, нормально распределить эти нельзя, поэтому Конституционный суд это запретил. А потом у нас в муниципалитете это быстро-быстро, в общем-то, вернее, можно было избирать на партийных списках, если более 20 депутатов в муниципальном собрании. Да? Быстро уставы начали менять и, в общем-то, сделали по 19, по 18. Вы принимали, да. Да, вы принимали, в конечном итоге они партийные сейчас вообще убрали, а последнее навело, вот это исправление, по сути дела, когда мы принимали закон, не этот закон, до этого еще принимали, то, в принципе, значит, на федеральном уровне 50 на 50, так, правильно, да? Далее, самая минимальная планка на региональном уровне меньше 25% не может быть по партийным спискам. Субъектом, да, на раскладе, 25-75. Да, меньше 25% не может быть. Но пока у нас 50. Пока у нас 50. Меньше 25 нельзя. Что касается муниципальных выборов, то в законе сказано, что партийные списки, там никакие нормы, так сказать, федерального законодательства не устанавливаются. Если только регион захочет, то есть госсовет, тогда может принять. Позвольте, я вот изложу свою позицию, потому что я там в Думе работал этим законом, ну и все остальные подходы. Значит, первое, в чем новизна, так сказать, вот этого закона, сейчас уже измененного новой редакции, навела какая? Первое, появляется новый уровень муниципального образования, так называемый внутригородский район, в принципе, правильно, да? Раз внутригородский район появляется, то там должен быть представительный орган. Ну и, соответственно, надо сказать, появляется другой уровень уже муниципального образования, город с разделением на внутри муниципальные районы. В конечном итоге законопроект предусматривает, что вот эти выборы обязательно, если муниципальные районы, так сказать, избирают, то в конечном итоге опять субъект решает или общие выборы, так сказать, городского собрания оставить, так все народные, или делегировать, в общем-то, так, депутатов городского собрания из той части депутатов, которые избрались в муниципальных районах. Вот я с главой переговорил республики, потом в городе работал, в конечном итоге в республике сегодня сложилась такая позиция, что город Чебоксары на районы делить не следует, потому что дополнительные расходы, это дополнительные чиновники, дополнительный бюджет, вместо одного бюджета надо будет четыре бюджета, в общем-то, разрабатывать, понимаете, поэтому давайте, уважаемые все партии, договоримся о том, что мы, в принципе, за то, чтобы Чебоксары остались с городом, без внутри городского муниципального деления. Согласны с этим? Согласны. Поддержим. Главу мы предлагаем, и вот наша партия всегда, собственно, и Путину говорили, и вы сейчас правильно сказали, все-таки, вот менталитет в Чебоксарской республике таков, что нужно, чтобы глава был один у нас, собственно, что в сельском поселении, что в муниципальном районе, что, в общем-то, в городских округах. Все вроде бы решили, теперь идем на уровень муниципального района. В муниципальном районе глава избирается всенародно, районное собрание, в принципе, опять вот это навело, в общем-то, дает возможность формировать составы депутатский корпус муниципального района за счет делегирования из, так сказать, избранных депутатов сельских и городских поселений. Один депутат, один глава. Ну, возможно, да. Мы все-таки настаиваем на том, чтобы тоже, в принципе, все партии договориться в республике, глава района муниципального, пускай тоже избирается всенародно, у нас кадры для этого республики есть, вот поверьте, понимаете, да. А что касается выборов депутатов, и в городских округах, во всех, так, это у нас, извините, их пять, правильно, да, и в муниципальных районах тоже избирать всенародно, не делегировать. Пускай сельские, городские поселения избирают и работают со своими депутатами, потому что иначе получается. Они в сельском, городском поселении, как депутаты, не работают, а их еще туда делегируют, извините, они уже в двух, так сказать, местах и работать не будут. Вполне можно было бы вот договориться на, скажем, взаимной, уступчивой позиции. Давайте, вот для того, чтобы у нас действительно политическая, так сказать, система была развита в республике, да, договоримся таким образом, чтобы в городских и сельских поселениях, чтобы депутатов все время, там же, если будет одномандатная округа, партийных списков не будет, надо будет все время перезбирать. Договоримся, чтобы были, так называемые, многомандатные округа. Закон, вот это разрешает, может, там написано в законе одномандатный или многомандатный, так сказать, избирательный округа. Сделаем, допустим, вот место, скажем, в сельском поселении или городском поселении 12 депутатов, вместо 12 одномандатных какого, давайте договоримся, допустим, сделаем 4 или 3 округа по 3 или 4, по 3, по 3 или 4, да, и тогда первые 3 будут избраны, правильно, а более того, если кто-то из этой тройки четверки выбудет, пятый, шестой, их будут подменять, у нас выборов больше там действительно не будет, и в конечном итоге многие проблемы, правильно, решатся, да? Если Единая Россия примет вот такую схему многомандатных округов, по сути дела, в республике, так, на уровне сельских и городских поселений, тогда мы бы согласились, чтобы глав сельских и городских поселений уже избирать из числа вот этих депутатов, тогда у каждой партии будет возможность тем ярче, как тут было сказано, так сказать, руководитель, лидер, депутат, правильно, тем возможнее его, собственно, туда выдвигать, правильно, назначать. Ибо сегодня, вот Путин, нам вчера позвонили, сказали, что 13 августа в Семсерополе, в Крыму, Путин соберет всех депутатов, к сожалению, мы уже, в принципе, списки там составили, да? вот, видимо, Путин вот сегодня понимает, вот нынешних уже международных и внутренних, собственно, обстоятельствах, нужно вот со всеми партиями работать. И я считаю, это было бы хорошее, действительно, вот с точки зрения вот партии и главы республики, собственно, вот с такой подход, мы тогда согласились бы встречно вот на эти все вопросы, и тогда бы мы многие вопросы, в принципе, облегчили. Мы считаем, это позиция вот партии Яблоко, все-таки народ должен выбирать и главу, и депутатов всех уровней, вот, то есть оставить прежнюю схему, вот эти поправки, они только вредны. И плохо то, что вот если вот это все принимать, вот как предлагает Единая Россия, да, мы же жалуемся на то, что народ пассивен, там, аполитичен, но и ему внушать, что от вас ничего не зависит. Но здесь опять же лишают дополнительно народа властных полномочий. Если депутаты будут выбирать главу, если депутаты районные будут выбирать депутатов городских, ну, народу это совершенно неинтересно. То есть опять же подводит к тому, что, ну, в принципе, мы без вас справимся, мы особо-то тут и не нужны. Вот выберите раз депутатов там, это районный уровень, и все, а дальше мы с вами будем. Я хочу сказать, что если народ источник власти, да, народ должен выбирать и главу, и депутатов. Сегодня, посмотрите, в чем ценность данного федерального закона, он позволяет не вносить никаких изменений, все оставить на том уровне, какой есть. Посмотрите, смысл-то в чем? Это именно Единая Россия сегодня дает такую возможность. Если вы несете ответственность, если вы готовы к переменам, пожалуйста, предлагайте, давайте будем обсуждать с населением, с избирателями, с политическими партиями и принимать. Если мы готовы взять ответственность и внести изменения, ради Бога, если нет, то все оставляем на том же уровне. Вот в чем многогранность данного федерального закона. Оппозиционная партия РПР Парнас с большим вниманием выслушал представителей парламентских партий, уважаемых коллег и хотел бы обратить внимание, само население с такой активностью уже говорит, что люди хотят именно прямых выборов глав органов местного управления. Прошу это учесть представителей Госсовета, правящей партии, что люди, граждане, именно за эту систему выборов. Большое спасибо. И инициаторами данного федерального закона «Единая Россия». И она сегодня вот тот диапазон, который представлен на уровне субъектов, пожалуйста, принимаемые, какие изменения вносим. И посмотрите, ведь вот здесь что происходит? Такое ощущение, как будто мы формируем какое-то общественное мнение сегодня непосредственно в муниципалитетах. Нет. Все эти выезды, я просто честно говорю. Сегодня и мы, если мы хотим быть конкурентоспособными, мы хотим, чтобы у нас был рейтинг, должны тоже руку на пульсе держать. И поверьте, выезжая сегодня в районы, нам мы тоже мониторим, нам тоже интересно, понимаете, как воспринимается. Ну, просто если этого не делать, мы политический труп. Да. И поэтому вот нельзя воспринимать, что выехав в Ядринский Красноармейский район, мы просто формируем общественное мнение в данном районе по какой-то позиции. Нет. Сегодня мы изучаем, сегодня мы мониторим общественное мнение. Нам очень интересно, чтобы мы попали в десятку. И не просто какие-то политические дивиденды получили, а чтобы был эффект экономический, политический. Так, нет. во всех районах, в городах везде разные мнения. В Шумерле, в Шумерле, допустим, они говорят, не надо выбирать главу города, потому что у нас у них главы меняются один за другим. Это каждый раз надо новый выбор проводить. Вот на этой встрече было озвучено. В том, что касается выборов глав поселений, многие выступают за то, чтобы выбирать глав. Попробую резюмировать. В общем, то, что высказал Валентин Сергеевич, в принципе, я чувствую, что поддержали многие, правильно, в плане того, что выборы глав муниципальных районов всенародно проводить, о прямых всенародных выборах главы, которые будут являться главой администрации. В одном лице? В одном лице? Да, да, да. На уровне городов, я чувствую, мнения разделились. Нет. Всеобщие прямые выборы. Теперь уровень, второй уровень, уровень поселений, сельских городских поселений. Здесь, как бы, было предложено выбирать глав поселений из состава депутатов. Правильно? Первое условие. И вернуться. Мандатные округа вести, а потом уже... И проводить выборы депутатов поселений по многомандатным округам. И еще один момент, на который надо обратить внимание. По-моему, все участники круглого стола высказались за то, чтобы не менять структуру города, не вводить районное отделение. Кто хочет добавить буквально реплики? Пожалуйста, Николай Владимирович. Ну, как бы, заключение, с учетом того, что было начать, этот круглый стол, я хотел бы еще раз акцентировать ваше внимание, уважаемые коллеги, на то, кто был инициатором данного федерального закона. Мы это помним. Мы не забываем. Помним, да. Кто хочет еще, буквально... Выслушу все мнения, хочется одно добавить. Все эти механизмы идут для того, чтобы система была работала целостно. Но система, в первую очередь, должна быть для населения. То есть население должно быть это удобно. Это не мешало работе и жизни граждан. Ну, я так понимаю, мы в виде протокола, поручения Единой России сейчас отпускаем. Уважаемые коллеги, мы очень плодотворно и эффективно пообщались. Все высказанные мнения будут обобщены и доведены до состава рабочей группы, которая уже выработает свои предложения в проект закона Чувашской республики, который по этому вопросу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова